Здравствуйте, мои красотулечки! Сегодня я хочу вам показать, как я тестила ароматы Киллиана. У нас в Киеве, к сожалению, только в одном бутике официальные они представители ароматов Киллиан, и нигде больше я не могла их затестить. Это очень такой, знаете, у нас бутик дорогой, туда приезжают и звезды, и депутаты. Он в таком правительственном квартале, в который даже мне было... Я готовилась как Одесса, так как даже в Париже, в Шанель, мне было в тапочках и в сарафанчике туристическом гораздо проще заходить. И я чувствовала себя более комфортно, нежели у нас здесь, потому что все такое лоск, шик, все вот эти консультанты с наушником переговариваются, тому кофе, тому чай, тому водичку клиентам. Конечно же, это все красиво, приятно, вокруг одни Бентли, Мерсы стоят. В общем, я просто к тому говорю, что я туда как бы долго не ходила, потому что, знаете, когда ты каждый день в обычной жизни ездишь в каком-то транспорте, метро, и потом ты ходишь там просто как в музей. Но, тем не менее, Киллиан, уже столько-столько о нем слышно, столько... Я уже как-то вслепую чуть ли не купила один аромат, только потому, что девушка о нем настолько приятно, красиво рассказала, что я хотела уже через интернет, да, у нас через интернет можно заказать, уже хотела покупать. Но все-таки хорошо, что я не решилась к этому шагу, потому что, когда я пришла, я увидела, что другие ароматы мне нравятся больше. Этот тоже нравится, но, скажем так, не в первую очередь. Поэтому я консультанта замучила, на самом деле. Он мне предлагал ароматы, то есть он мне спросил, какие вы любите ароматы, и начинал на Блоттер что-то тестить и предлагал мне. Но дело в том, что я, как сказать, я выбираю ароматы, беру флакончик, снимаю крышечку, подношу немножечко, пробую аромат, и тогда я понимаю с первой, ну как бы с первой нотки я понимаю, это стоит его рассматривать или же не стоит рассматривать. Поэтому консультант мне дал несколько ароматов, 50% не попал, и я прошлась по всем ароматам. А там их было, ой, очень много. И я говорю, давайте мне Блоттеры, и есть ли у вас какой-то каталог, куда можно вот эти Блоттеры поставлять, а дома как бы я бы пришла и их еще раз просматривала. Но у них даже есть вот такие вот пакеты специальные для Блоттеров. И вот я взяла себе аж 7 ароматов, потому что там пришла пара одна, и они сели на пуфики, им предложили кофе, чай, они сидят, и консультант уже вокруг крутится, предлагает, они нюхают там, да, нет. То есть, а я так не могу, потому что, например, консультант мне предложит что-то свежее, мне может и понравиться где-то. Но, возможно, рядышком аромат он пропустит, а мне он понравится больше. Поэтому я доверяю только себе в этом вопросе, и всегда сама просматриваю все ароматы. Итак, приступим. Начнем с первого аромата. Блоттере написано название. Я вам буду говорить, пирамиду я специально вам не приготовила, потому что вы можете пойти на фраграмтику, посмотреть пирамиду. Я просто хочу передать свои эмоции. Еще хочу сказать, что гиль он мне понравился тем, что он не резкий. Ароматы очень гармонично, плавно, нежно. Они яркие есть, но они какие-то вот гармоничные. Знаете, вот не так, что подносишь, и тебя резко бьет, даже если он приятный. Нет, вот он как-то вот плавно, обтекающий. Итак, первый аромат – White Crystal. Вот он уже полежал пару дней, и сейчас он раскрылся полностью, и очень легко его описать. Потому что я записываю сейчас уже третий раз это видео. И вот хорошо, что все-таки я похожа, потому что мне сейчас гораздо проще его описать, по-моему. Итак, White Crystal четко подходит под описание, лично для меня, я так чувствую, свежая древесина. Я бы приобрела такой аромат. Для меня это не свойственно. Я никогда такие ароматы не пробовала. Вот как этот. Он не то, что какой-то уж супер-пупер специфический, нет. Но он интересный и не удушающий ни в коем случае. Вечерний, может быть, дневной. Я так ощущаю, я вам так и передаю. Возможно, вам будет, естественно, по-другому. Хороший аромат, мне очень-очень нравится. Не в первую очередь бы я его купила, но и, может быть, не в последнюю. Несколько ароматов, которые меня здесь просто, ну вообще, валят на повал. Интересно, как вот спустя три дня они себя чувствуют, как они сейчас раскрылись. О, Amber Wood. Этот аромат самый был, который, я считаю, на первое место я поставить мог, который бы я приобрела. Ну, почему же он мне так нравится? Я люблю амбровые ароматы. Очень сильно. Amber Wood. Да, Wood вообще, он довольно такой, ну это на любителя, скажем так. А здесь Amber Wood. Поэтому, такой, знаете, смолистый. Сладкий, конечно, ну сладковатый. Он очень-очень, мне кажется, он подходит под описание, шикарный. Я бы его нанесла на какой-то, да, мех, да. Да, когда я слышу этот аромат, у меня ощущение, что я как будто бы в другом мире в каком-то, да, где, да, у меня такой хороший есть достаток, у меня есть хорошее дело. Я такая, знаете, вот дама, спокойная, роскошная. Знаете, вот это просто мои чувства я вам передаю. Поэтому, конечно же, мне бы хотелось приобрести этот аромат, потому что я тут же чувствую себя вот такой вот дамой-леди, да. Честно говоря, когда я его понюхала, я думаю, все, сейчас побегу, возьму, потому что реально такие вызывают эмоции. И, конечно же, если вы их чувствуете, вы становитесь тем, что вы чувствуете. Вот. Но я думаю, ладно, я подожду. Я немножко подожду. Аромата много. Он придет в очередь. Следующий аромат, девочки. Back to Black. Ой, какой вкусный, какой вкусный. Свеженький, сладенький, вкусненький. Вот почему-то так. Да, вот это мое ощущение. Свежий, вкусный, сладкий. Ну, это цветочный, цветочный аромат. Он мне однозначно нравится. Я бы его однозначно носила. Но просто купить, да, вот Киллиан, начать с такого довольно простого сладкого аромата, нету смысла. Лучше как бы попозже. Хотя очень абсолютно такой. Вот в моем стиле, наверное, сладкий. Свежий, цветочный. Следующий playing. With the devil. Игры с дьяволом. Боже, у меня мурашки похожи. Девочки, это нечто. Это вот игры с дьяволом. Действительно, вот мне кажется, что-то передает название. Сам аромат. Потрясающий аромат. Это аромат. Скорее всего, я бы пила первое. Даже не Amber Oud. Хотя Amber Oud, вот они два у меня на одной ступени. Почему этот более выигрывает? Потому что, мне кажется, он на все случаи жизни. Мне кажется, да. Здесь идет аромат секси, как на меня. Такая, знаете, вот кислинка ощущается. Там, по-моему, и фрут личи. Вот очень, он фруктовый, фруктовая. Но у меня, знаете, вот как я, я хочу его писать. Очень сложно писать. То есть, вот есть аура, да, этого аромата. И вот какая-то вот процента 80 середины. Это идет вот фруктовые ноты, такие кислинка. Такое. Вот такой вот он какой-то объемный, как для меня. То есть, описывать, на самом деле, хочется так необычно. Потому что очень интересные ароматы. Во всяком случае, те, которые мне понравились, они вызывают во мне очень интересные образы. Да, да, потрясающий аромат. Наверное, я его первым взяла. Потому что он очень-очень, ну, мне кажется, он секси. Итак, мой хороший следующий аромат. Форбитрен Геймс. Я вам покажу, потому что реально я, я не могу прочитать, хотя я нашла на программе, какие-то названия. Это просто свежий аромат. Да, цветочный свежий. Потому что тот, который был цветочный, свежий, я вам говорила, предыдущий, да? Ну, не предыдущий, а перед этим был. Там еще такой вот сладкий, цветочный, свежий. А здесь все-таки больше просто свежий, цветочный. Хороший аромат весна. Не сейчас, уже не сейчас. К осени нет смысла. Я бы все эти ароматы, на самом деле, купила по очереди, постепенно. Знаете, они хорошие. Good Girl Gone Bad. Вот про этот аромат я слышала. Невероятные вещи. Я бы купила этот аромат, но не в первую очередь. Хотя его уже хотела без затеста брать. Если бы я взяла без затеста, я бы не расстроилась все-таки. Хотя мне понравились игры с Дьяволом и Амбер Ут. Но, но не в первую очередь. Да, есть смысл брать этот аромат даже сейчас. Осень, пускай. Это мое мнение. Свежесть чувствуется. Необычно. Нет, вроде бы обычный аромат, но я не могу его передать свежей сладости. Он какой-то, ну, есть какая-то часть свежести. И что-то еще не могу вот понять. Сложно мне передать, девочки, очень сложно. Именно этот аромат. Какой-то он, нету, ну, скажем сладкий, свежий, там, пудровый. Не могу. Вот свежесть немножко есть, да. А что еще? Ну, хороший аромат. Хороший, знаете, элегантный. Вот, кстати, очень хороший элегантный ресторан. Вечернее платье. Вот, 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 точно. Нашла я ему описание. Элегантный, скорее. Точно, точно. И последний. Бамбуковая... Бамбу гармония. Бамбуковая гармония. Может быть, я бы, наверное, и не взяла его. Ну, может быть, да, свежесть небольшая. Может, где-то чуть-чуть совсем пудровость. Очень почему-то сложно мне его сейчас описать. Очень легкий, очень. Уже, наверное, сейчас не актуально. Весна-лето. Спокойный. Почему-то мне как-то так офисный, что ли. Ну, то есть, на работу, да. Да, на работу. Если вы будете это носить на работу, вы будете выглядеть, знаете, дорого, элегантно, дорого, утонченно. Вот такие у меня ассоциации с этим ароматом. Он не шикарный куда-то в ресторан. Но именно вот на работе, если вы будете использовать, вы будете такой, знаете, вот, дорогой, квалифицированной женщиной. С этим ароматом. Потому что это необычные ароматы, да. Вы каждый день их не встретите на улице. Поэтому. Так. Вот и все, мои дорогие. Вот семь ароматов. Они раскрылись чуть-чуть, некоторые по-другому. Вернее, кое-какие ноты ушли. Потому что один из ароматов, я сейчас не вспомню, был реально медовый. Может быть, я под видео вставлю информацию, какой был более медовый. И с три дня нам не нужно, чтобы держался аромат. В принципе, да. Мы переоденем вещь, мы постираем вещь. А в первый день, до следующего, он хранит вот такую приятную сладость медовую. И я сейчас забыла. Я вот села снимать видео. Я думала, что останется. Я вспомню. Однозначно будет. Ушел этот мед. Потому что я уже дошла до конца и вспоминаю, был какой-то аромат понравился, который медом хорошо так отдавал. Значит, я, наверное, вставлю информацию. Итак, вот и все ароматы Киллиана. Что я хочу сказать? Я очень приятно, да. Вот приятное у меня осталось впечатление, эмоции об этих ароматах, они вызывают образы у меня более ярко, нежели другие, да. Вот Серж Рутен тоже немножко он, но почему-то именно Киллиан вызывает необычные образы, да. Вот как я уже сказала, то ли в офисе, то ли где-то вы необычная женщина в другом мире, да. Вот именно вот эти вызывают такие образы. И это мне нравится, и это приятно. Вот, поэтому тоже потестите, если вы где-то у вас есть. Попробуйте, если есть возможность. Ну, хорошо, так как мы сейчас говорим уже про ароматы, я добавлю два аромата Шанель. Я зашла по... Значит, у нас в большинстве магазинов из-за этих ароматов нету, вернее, их вообще нету. Они есть только в официальном бутике, Шанель у нас в центре города. И я зашла туда, чтобы попробовать их. Итак, первый аромат, который меня заинтересовал... Нет, нет. Первый аромат, ради которого я туда пошла, это был Карамандель. Да? Вот такой вот аромат Карамандель. Он уже очень ушел. Самые главные ноты, мне кажется, ушли. Потому что я вчера утром затестила их, и я была в восторге. Я ехала в такси, и я себе нанесла вот на эту часть, вот этот Карамандель. Я наслаждалась до того, как я пришла домой и приняла душ. Я была у мамы на день рождения, он мне пах. То есть, обычно ароматы очень-очень быстро уходят с моей кожи. Но он оставался до принятия душа. Он тоже похож на амбровый. И я когда сказала, а вот из этих ароматов амбровые есть, а вот это самый более амбровый, потому что все остальные свежие, сладкие. Вот этот еще у меня тоже в желаниях. Я обязательно его приобрету. Мне он очень-очень понравился. И следующий аромат, аромат бой от Шанель. Да, он и для мужчин, и для женщин. Но я его сначала соотнесла, как только я попробовала. Он мне показался довольно мужским, может быть, для сына. Но когда я его вчера вечером, сейчас он очень ушел. Сложно. Вот с Киллианами легче. Ну, может, потому что они в пакете, а здесь все-таки в открытом виде, он очень ушел. И трудно его уже словить и описать. Потому что вчера сразу же он мне не сильно понравился. Для мужчин скорее бы я его отнесла. Но когда я приехала домой, 11, уже было 5 часов, по-моему. И в 5 часов вечера или в 6 я потестила, и я поняла, что я его хочу. Он мне так понравился. Сейчас в нем выплывают нотки. Да, Митсуко чуть-чуть, чуть-чуть, совсем немножко. Есть отголоски от Митсуко, от Герлен. Но вчера, спустя вот сколько часов, да, 6 часов, он был идеальный. Может, даже мне все-таки его и не стоит, раз он так разный. Середина. Получается, середина аромата. Мне нравится все остальное. Нет. Нет, наверное, это не то. Но Карамандель, конечно, понравился очень. Все, мои хорошие. Вот и все на сегодня. И если вы используете Киллиан, или вы тестили Киллиан, и какой-то понравился вам, да, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение. Потому что я затестила большинство ароматов, но еще остались, которые я не трогала. Я и так набрала 7 пакетов. Поэтому все, дорогие мои. Всех люблю, целую. До новых встреч. Пока-пока.